Как можно готовиться, как можно настраиваться и как вообще быть, когда у тебя один ребенок в семье, а появиться должен еще один и что при этом необходимо сделать и как себя, что называется, обезопасить от того самого конфликта между двумя детьми, который может возникнуть. Значит, вопрос был такой, что а нет ли у вас что-то на эту тему, какого-то ролика. Я ролик отдельного на эту тему не записывал, но отвечу, потому что человек, задавший, может смотреть в записи этот вопрос или может он даже где-то есть сейчас среди присутствующих. Значит, когда ребенок второй в семье появляется, достаточно часто вот этот вопрос возникает. И вопрос этот, он очень предсказуемый, скажем так, потому что один ребенок в семье, который уже есть, он старше и ему уже автоматически внимания становится меньше, потому что при появлении второго ребенка в семье не появляется еще одна мама. Мама, она остается одна и, конечно, ее внимание не увеличивается вдвое, когда появляется второй ребенок в семье, да и количество часов в сутках не увеличивается вдвое. Поэтому в первую очередь, конечно, стоит вопрос касательно разделения маминого внимания на, так сказать, два фронта. Это, конечно, грубо, ну, на двоих детей. И автоматически мама начинает уделять внимание больше ребенку младшему, который только что родился. И на это есть абсолютно объективные причины. Ну, во-первых, давайте не забывать о очень непростом синдроме гибели младенцев, когда в первое время, после родов, ребенок может просто умереть по необъяснимым особо причинам. И это действительно очень сложно. Он маленький, он кажется, что он очень такой хрупкий, и, конечно, за ним следят каждый его чих, каждый его вздох, к этому всему прислушиваются, потому что есть в том числе и чувство страха. Не только чувство ответственности, но и не надо забывать о чувстве страха за вот эту вот новую жизнь, которая появилась. И это, на мой взгляд, вот в первую очередь сразу усиляет фокус мамы на вот этом вот новорожденном и убирает фокус внимания от второго ребенка, который в семье постарше. Ну и в дальнейшем мы можем наблюдать продолжение вот этого вот смещенного фокуса внимания, потому что есть такое чувство, что со старшим мы уже многие стадии и этапы мы прошли, а с младшим вот нужно быть предельно внимательным. И, возможно, сейчас есть какие-то мысли касательно того, чтобы не сделать тех ошибок, которые мы сделали с ребенком постарше, а сейчас с младшим более пристально, внимательно все провести, пройти некоторые этапы. Вот. И уже на старшим видны какие-то вот помимо этих ошибок воспитания, да, мы понимаем, что хочется младшему как-то вот автоматически по перечисленным причинам уделить больше внимания. И, конечно, так же точно автоматически у старшего ребенка возникает вот это вот чувство ревности и, возможно, чувство здесь обиды возникает за то, что мама вдруг стала мне не так доступна, не в таком объеме и не в таком качестве, как это было, когда я был один или была одна в семье. Поэтому вот этот вот вопрос, это первый вопрос, который станет, то есть как реализовывать все, что я сказал, вот эти вот автоматические причины, они все равно будут, даже если вы настроитесь, все равно будете как-то думать об этом, вот, да, как вот этот вот фокус внимания при рождении второго ребенка разделить пополам, да, чтобы избежать вот этого вот, вот этих вот сцен ревности и вот этих вот состояний ревности у старшего ребенка при появлении младшего. Тут задача на вот это вот, задача на, задача на деление, в общем, вот. И вот эту задачу нужно будет с самого рождения решать. И поэтому здесь больше подготовка, конечно, к маме. Как маме и папе это все сразу понять, что появится у вас второй ребенок, сразу вы фокус внимания, оп, на двоих. Если вам удастся этот фокус внимания на двоих грамотно разместить, то у вас очень многих проблем не будет. Но по мере взросления ребенка вы столкнетесь еще с другим, с другой особенностью, что у вас двое ребенка, и они два совершенно разные. Я в своей педагогической практике вижу родителей, которые, когда они приводят второго ребенка, это часто бывает, они говорят, они приводят, и у них вот первая фраза, она у всех одинаковая. Они приводят и говорят, Денис Валерьевич, этот совсем не такой. Вот то, что был, это вообще два разных абсолютно человека. И уже у меня такое ощущение, что когда я увижу какого-нибудь родителя, который привел там второго или третьего из семьи, из одной, что я прям их перебью и сейчас скажу, дайте я прочитаю вашу мысль, что вы хотите сказать. Вы, наверное, хотите сказать, что они разные. Вы хотите, наверное, сказать, что этот не похож. Но это да, так всегда случается, что не похож, что другой. И это еще говорит о том, что, ну не просто, что, ну да, они разные, окей, разные. Нет. Это говорит еще о том, что у каждого из них есть свои специфические потребности, которые нужно стараться брать во внимание, удовлетворять. и это очень, как, знаете, как работа по двум направлениям. Вот. Это как, я не знаю, может быть, пример, но это как вот секретарь, который работает у двух директоров и два директора с разным темпераментом. И двоим нужно как-то, причем при этом надо еще не забыть, что родители главные, да. То есть, это не значит, что мама бросится, должна ублажать двоих детей и делать это одинаково. Нет. Это значит, что мама должна прислушиваться к двум детям, что называется, разным ухом. Правым ухом к одному, левым ухом к другому. И стараться соответствовать в своем подходе воспитательном с учетом вот этих вот их специфических индивидуальных потребностей. Поэтому, когда рождается второй ребенок в семье, резюме такое краткое делаю, самая главная задача вот постараться с этим фокусом внимания быть сразу внимательным и предельно ясно понимать, что у нас сейчас фокус внимания разделяется. Не смещается, как это бывает, и от чего эти проблемы возникают потом, что приходят родители, даже иногда это бывает поводом прийти ко мне на консультацию, что у нас проблемы в семье появились. И эти проблемы в семье продиктованы именно вот этим, что второй ребенок появился и фокус внимания просто съехал. А он должен фактически что? Рассеяться по двум направлениям. А он съехал. Ну и когда он съехал, то конечно ребенок начинает бить тревогу. И бьет тревогу, он тоже достаточно предсказуемо. Вот. Поэтому с этим вот так вот может обстоять дело.